Прием Оксаны Пушкиной традиционно проводится в конце каждого месяца. Депутат Госдумы рассматривает насущные вопросы граждан, которые пока не решены на местном уровне. Люди приходят с различными проблемами. Например, эта женщина с семьей живет в общежитии уже 25 лет и никаких перспектив на улучшение жилья. В селе Акулово может произойти экологический коллапс. Канализация не справляется, загажен водоем и огороды. Как подметила Оксана Пушкина, прием получился сложный эмоционально. Вопросы, в частности, касались земельных конфликтов между собственниками ДНТ «Сосны». Самое ужасное, по мнению депутата, это когда люди не могут найти компромисс и договориться между собой. Говорить людям о том, что надо сесть и попить чайку, я не должна. Это, наверное, должны делать родители. Да, и родители должны с самого начала говорить о том, дорогие дети, если за дверью слышны людские голоса, то абсолютно точно можно договориться. С пустотой нельзя договориться. Даже с одиночеством можно договориться. Земля в Одинцовском районе довольно дорогая, поэтому зачастую сталкиваются интересы очень обеспеченных людей и коренных жителей среднего класса. Эти конфликты, как считает депутат, необходимо решать только при помощи Госдумы. К Пушкину на прием пришла женщина и озвучила еще одну проблему – переезд людей из Крыма в Одинцовский район. Ее дочь получила российский паспорт, но без регистрации по месту жительства не может получить пособие на четверых детей и не знает, с чего начать. Вопрос правовой безграмотности также оказался ключевым, и депутату в данном случае пришлось выступить в роли юриста. Я всегда настаивала и продолжаю настаивать. Надо пробивать, конечно, уроки юридической грамотности в школах. И чтобы уже потом дети, помимо компьютерной грамотности, а потом дети, чтобы помогали родителям разбираться. Без предварительной записи от того совсем неожиданным стал визит бывшего директора Лесногородской школы. Депутату удивило то, что эта женщина писала на нее жалобы во все самые высокие инстанции и теперь пришла за советом, как ни в чем не бывало. Несмотря на это Оксана Пушкина пообещала помочь. Но только в том случае, если посетительница прислушается к ее рекомендациям. Я предложила ей больше не воевать, не судиться, собраться коллективом в школе, благословить их с новым директором на работу, а дальше заниматься своим трудоустройством. И это будет правильно, честно, это будет трудно, но во всяком случае ты будешь спать спокойно, и у тебя не будет возникать никаких вопросов по отношению к себе. Приемы депутата Госдумы продолжатся до конца недели. Адреса и время размещены на сайте «Единой России». Мила Тарасевич, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцова». Нет. 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 Нет.